Уважаемый зритель, для начала подпишитесь на данный канал и поставьте лайк, спасибо. В Петербурге задержан хозяин опрашки, ставленник Гуля. В ближайшее время он собирался короноваться, представляющий в Санкт-Петербурге интересы известного вора в законе Надира Салифова, Гуля, 34-летний гражданин Азербайджана Сархан Асадов задержан накануне за нарушение миграционного законодательства. Как сообщает Фонтанко, в марте прошлого года его пребывание в России сочли нежелательным и выдворили за пределы страны. Однако спустя некоторое время Асадов вернулся по поддельным документам. После его нынешнего задержания 8 июня на подземном паркинге на проспекте просвещения ставленник Гуля предъявил паспорт на имя несуществующего Мусаева. При этом мужчина объяснил, что знал о запрете въезда, но просто ему очень нужно было вновь попасть в Россию. По данным издания, интерес Асадова к Петербургу резко вырос после того, как 30 апреля 2018 года там был убит предприниматель Физули Гараев, отвечавший за сбор даний с азербайджанских торговцев Апраксина двора в пользу вора в законе Гуля. По версии следствия, преступление совершил его прямой конкурент Махир Мамедов. Однако занять эту почетную должность он тоже не успел, так как был задержан сотрудниками полиции. В итоге после гибели одного и ареста второго потенциального бригадира, перед Асадовым открылись новые карьерные горизонты. Тем более, что, как считают правоохранители, в ближайшее время он мог стать и вором в законе. После задержания Асадова в квартире, где он жил, провели обыск и обнаружили там еще одного гражданина Азербайджана, некого Азизова, у которого изъяли пистолет и 70 патронов. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов. Статья 222 УК. Асадов же доставлен в спецучреждение временного содержания иностранцев. Сейчас готовятся документы на его депортацию. Напомним, что труп Горыева с огнестрельными ранениями был обнаружен прохожими у рынка Проксиндвор со стороны улицы Ломоносова вечером 30 апреля. Рядом с телом прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили несколько гильз. На след подозреваемого сотрудники уголовного розыска вышли быстро, помогла запись с камеры наблюдений с дома 5 по улице Ломоносова, на которой четко виден момент расправы. Судя по видео, Мамеда в сопровождении лично охрана хладнокровно расстрелял оппонента, добив выстрелом в голову. Сам по себе рынок Проксиндвор в Санкт-Петербурге уже давно имеет дурную славу. Последний громкий инцидент произошел там в декабре 2017 года. Преступная Россия писала о перестрелке на почве конфликта из-за торговых площадей, участниками которой стало почти 50 человек. На пражке постоянно фиксируются случаи контрабанды, торговли наркотиками и оружием, нередко случаются кражи и иногда убийства. Подпишитесь на данный. Продолжение следует...